Что касается картины, она снималась прошлым летом, была на Берлинском фестивале в феврале, в Москве была премьера в апреле, ну и картина, в общем, живет своей жизнью, она сейчас представлена на многих кинофестивалях, вот в частности, значит, действительно из последних в Брюсселе, ну мне было это очень приятно, что там я получил гран-при, и приятно, потому что жизнь таким образом как бы оборачивается так, что первая европейская страна, где я был когда-то своей картиной, первые слова для защиты, был Бельгия, Брюссель, и вот я, получается, туда как бы вернулся, получая награду, что говорит о том, что, может быть, не зря были какие-то усилия в жизни приложены к тому, чтобы делать кино. Что касается самой картины, ну я надеюсь, что пресса уже много, в общем, о ней писала, пресса была, что называется, именно пресса критическая наша была, в общем, на удивление положительной, и картина, в общем, была принята, понята каким-то образом, было волнение, я даже удивился, потому что, значит, и по прежней своей картине, и по предыдущей отрыв, конечно, я не получал такой единодушной оценки. Что касается, значит, зрительского успеха или неуспеха, то это лежит, в общем, в русле, ну, наверное, с самой картины, которая, конечно, не предназначена просто для такого прямого и веселого потребления в зале с попкорном, в общем, эта картина непростая, сложная, и в каком-то смысле, значит, она дифференцирует самого зрителя, в каком-то смысле это экзамен для самого зрителя, потому что если человек хочет, значит, как-то работать вместе с картиной, то он к этому делу подключается, если нет, ну, он, так сказать, тогда ничего не понимает. То есть, ну, это еще обычные наши проблемы проката, так сказать, проблемы того, что вообще человеку сегодня нужно, хочет ли он вообще смотреть что-либо связанное с Чернобылем или с Великой Отечественной войной, или, в общем, это все уже для него ушло, как Куликовская битва, и существуют только новые координаты времени, измерения и так далее. То есть, эта проблема много, значит, плановая, там трудно одной фразой ответить на разные вопросы, но, в принципе, если суммировать мои ожидания, ну, они, в общем, сбылись, потому что я понимал, что те зрители, которые пришли, в общем, я ровно для них и делал картину. Ну, что соговорить о своей картине, если она вышла, и если ее можно посмотреть, и можно было, и можно сейчас, и она была по телевидению на Первом канале. Ну, это, в общем, я надеюсь, истории не просто, так сказать, о Чернобыле, о том, как там было все, в какой очередности, кто ошибся, кто не так нажал, или это были проблемы конструкции реактора, или это 50 на 50, и совокупность причин, приведущих к аварии, как в жизни бывает, когда и человеческие факторы, и конструктивные, соединены вместе. Ну, эта картина, в общем, скорее, в общем, о людях, это некая метафора, мне кажется, и сегодняшней жизни, сегодняшнего времени, метафора, в общем, человека, который находится в критической, сложной ситуации, однако при этом продолжает жить, и мне кажется, картина это о нас тоже, обо мне в частности. Я точно так же, так сказать, живу сложно, как мы все, находясь в каком-то смысле на раскаленной сковородке, но от этого мы не перестаем жить, и наоборот, в критической ситуации мелочи жизни вдруг завораживают, и в своей, значит, яркости, полноте мы пытаемся эту жизнь воспринимать. Что касается дальнейших планов, ну, у меня есть, значит, я как сценарист заканчиваю сейчас сценарий для Алексея Учителя, и вот-вот, значит, я надеюсь, в самом скором времени я его закончу, после чего я приступаю к, значит, идее, которая, надеюсь, найдет свет, и к которой, так сказать, я надеюсь активно присоединяться продюсеры уже, но в частности на Западе есть такие, значит, люди, которые хотели бы в этом деле участвовать. Это история, происходящая перед самой войной, во время командировки немецкой супружеской пары военного инженера на Советский Союз, на танковый завод. Это история, в общем, основанная на реальных воспоминаниях, так сказать, сразу нескольких людей, поскольку после подписания пакта Молотов-Риббентров был такой короткий период дружбы с немцами, братаней, и очень много было командировок в Советский Союз. И вот это, в общем, история о простых людях, о тех глубоких любовных переживаниях, которые и всяческих других, которые они испытывают во время пребывания в 40-м году, вступая во взаимоотношения с русскими людьми, русской супружеской парой, и эти переживания очень острые, очень разные, это доходит до дружбы, до ссоры, до слез, до... это кажется очень важным в жизни, это кажется, так сказать, очень существенным, это вызывает волнение, это поступки высокой душевной температуры, но потом этот же человек, так сказать, въезжая на мотоцикле в той же окрестности, зная дорогу, вот уже, так сказать, в форме военной, это, в общем, о людях, о народе, о истории, о перемене участи, поскольку люди прощаются, говорят, я вернусь следующим летом, мы встретимся, говорит человек один, другой, с той стороны, и получается, что они встречаются в совсем другом качестве. Вот это такая предвоенная, такая предгрозовая история, освещенная, впрочем, пока еще безмятежным солнцем, это, в общем, о таких переломах, так сказать, в жизни человека.